Повысить оригинальность текста с помощью переводчика, использовать нейросети или найти того, кто напишет работу за тебя. На какие ухищрения только не идут студенты, чтобы облегчить процесс сдачи курсовых и дипломных проектов. Для некоторых выпускная квалификационная работа – просто формальность. Никакой практической пользы они в ней не видят. Однако все зависит от способности мыслить шире. Работа вполне может опираться на ваш стартап. Такие дипломы, они очень сильно отличаются от общепринятых, потому что эти ребята на этой стадии уже прорабатывают практическое применение того, что они сделали, упаковывают какие-то продукты и даже начинают тестировать. И отличительные особенности именно этой группы, что 50% от тех, кто защитил диплом, у них уже есть собственный бизнес и есть собственная выручка. Эти люди не нуждаются, студенты не нуждаются в работодателях, им не нужно искать рабочие места, им не нужно приходить на работу с 8 и уходить в какое-то другое время. Они уже заняты. Относительно недавно в Казанском федеральном университете был создан научно-образовательный центр «Методология стартапа». Уже в этом учебном году первые студенты программы «Стартап как диплом» написали и защитили выпускные квалификационные работы в новом формате. В рамках подготовительного этапа у них была возможность консультироваться со специалистами разных профилей. Они поняли, что для них это может быть хорошим бустом, акселерацией, ускорением их проектов, потому что они приходят, мы разбираем цифры, мы смотрим, как можно усилить продуктовую часть или работу с командой, даем советы, вместе какие-то вопросы прорабатываем. Соответственно, они понимают, что в этом темпе они могут достичь больших результатов. 10 студентов объединились в 4 проектные команды. Свои стартапы к защите дипломов подготовили теперь уже выпускники Института физики, Института вычислительной математики и информационных технологий и Института информационных технологий и интеллектуальных систем. Отметим, что некоторые проекты уже планируются внедрить в образовательные организации. Так, проект виртуальной операционной для студентов-медиков получил одобрение Раиса Республики. Раиса Республики, так скажем, дал добро на апробацию нашего комплекса внутри нашей республики и, надеюсь, это действительно уже сдвинется с такой плавающей точки. Мы апробируем и уже другим республикам, другим округам будет что-то показывать, что вот действительно там в КГМУ, в КФУ это все работает, давайте, нам тоже мы хотим. Другой стартап в ближайшем будущем может облегчить работу сотрудникам театра Камала. Внедрение автоматизированной системы поможет объединить документацию в единой программной оболочке, а режиссерам за считанные секунды соотнести графики работы актеров и график работы аудитории для репетиций. На данный момент у нас просто театр Камала подтвердил, что да, мы можем это внедрить. Меня уже позвали на работу туда, рассматривают мою кандидатуру на должность инновационного менеджера, чтобы дальше продолжать этот проект. И уже при детальном анализе будет ясно, мы внедряем полностью данную систему, и какие будут доработки данной системы именно под специфику конкретного учреждения. Некоторые стартапы дожидались своей реализации несколько лет. Тимур Шихудинов грезил об открытии своей онлайн-школы китайского языка еще с первого курса. Был пробный запуск, но он прошел не слишком удачно. Опыта ведения такого бизнеса еще не было. Каждый год потихоньку возвращались к этой идее, что-то пробовали, не получалось. Но вот уже в прошлом году серьезно взялись за это дело, с опытом, начали заново и отошли от идеи онлайн-курсов и сделали индивидуальные занятия, сделали упор на индивидуальные занятия, как в Скаенге. И с этого момента уже, можно сказать, почти год в этом направлении идем. Практическая направленность выпускной квалификационной работы – залог того, что студент действительно получит какой-то результат и, возможно, работу, о которой всегда мечтал. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.